МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О рождении сына Сергею сообщили по телефону. Молодой отец буквально задохнулся от огромной всепоглощающей радости. Но продолжалась она недолго. Врач, звонивший из больницы, попросил Сергея немедленно приехать. Он сообщил, что ребенок чувствует себя хорошо, а вот состояние молодой матери внушает опасения. Почти сразу после родов у Анастасии началась истерика, и медикам не удается привести ее в чувство. Подробности врач пообещал сообщить Сергею при встрече и повесил трубку. Молодой отец бросился в роддом. Через час он уже не мог справиться с нервной дрожью. Ребенок оказался темнокожим. Сергей не мог поверить в измену жены. А Настя билась в рыдарь. Она обвиняла врачей в подмене младенца. Грозила судом и утверждала, что никогда не изменяла своему мужу. Чернокожего ребенка, которого предлагали ей врачи, женщина категорически отказывалась признать своим. Растерянные доктора смогли лишь предположить, что в ее роду или среди родственников мужа были африканские предки. Но эту возможность Анастасия решительно отвергла. Неожиданно врач задал вопрос, встречалась ли когда-либо Анастасия с чернокожим мужчиной. Женщина ответила утвердительно. Два года назад она имела связь с африканцем из Конго, но это было два года назад. И врач вынес вердикт. Ребенок унаследовал цвет кожи не от своего отца, а от предыдущего мужчины Анастасии. По поверьям наших предков, Анастасия родила чернокожего малыша, потому что нарушила закон, отвечающий за передачу наследственных признаков. Закон Рита. В предположение, что генетические данные первого мужчины Анастасии через несколько лет передались ее сыну, Сергей не верил. Он не мог отделаться от мыслей об измене. Через месяц Сергей подал на развод. И лишь через несколько лет он узнал, что гипотеза врачей имела право на существование. И доказано еще 200 лет назад. В начале 19 века биологи провели ряд экспериментов, связанных с генетикой. Уже тогда прогрессивно настроенные ученые практики подозревали, что у этой молодой науки большое будущее. Один из приятелей Чарльза Дарвина, коннозаводчик Лорд Мортон, надеялся совершить открытие, которое потрясет человечество. Для этого исследователь скрестил чистокровную английскую кобылу с жеребцом-зеброй. Но потомство от этой встречи кобыла не принесла. Сенсации не получилось. Разочарованный Мортон зарекся заниматься наукой. Казалось, эксперимент прошел бесследно. Однако через некоторое время эту же чистокровную кобылу сосватали жеребцу английской породы. Сенсация разразилась через 11 месяцев, когда у традиционной английской пары родился жеребенок, круп которого был покрыт полосками, как у зебры. Суды решили, что по неизвестным пока причинам и механизмам все-таки прохождение беременности предыдущего полового партнера может отразиться на признаках потомства следующих поколений от других половых партнеров. Удивительный результат эксперимента Лорда Мортона послужил основанием для научных исследований в области нового направления в науке. Данное явление было названо телегонией. Дословно этот термин означал влияние первого полового партнера на признаки последующего подомства, рожденного от других партнеров. В генетике начался переворот. А телегония доказана достаточно хорошо и корректно на животных. Особенно хорошо знакомы с этим любители голубей, собаководы и так далее. Ну, все те, кто занимаются животными, это давно и хорошо известно. Если у голубей, например, самка покрыта самцом плохой породы, то самку просто отбраковывают. Все. Она для дальнейшего производства элитных линий голубей уже не годится. Она дает потомство, которое связано с первым самцом. Голубеводы знают правила. Если белую голубку потопчет сизарь, ее потомство уже не будет чистокровным. Чтобы сохранить породу, от такой голубки немедленно избавляются. Ну, порода, конечно, будет нарушена. То есть пойдут, значит, там белые, сизые. Главный вопрос. Распространяется ли явление телегонии на людей? Влияют ли наследственные признаки первого мужчины в жизни женщины на ее детей, рожденных от других половых партнеров? В 19 веке до ответов на эти вопросы было далеко. Чарльз Дарвин начал проводить эксперименты на свиньи. К его удивлению, эффект телегонии повторился вновь. Тогда его коллега Леодонтек сделал сенсационное предположение относительно людей. Ребенок, родившийся от женщины, у которой много партнеров, может иметь признаки ото всех предыдущих отцов. Заявление повергло общество в шок. Обыватели наотрез отказывались уверить ученому, требуя от него убедительных доказательств. Однако подробно описать механизмы генетического наследования и объяснить эффект телегонии Леодонтек не смог. Классическая наука тут же объявила его гипотезу бредовый и нежизнеспособный. И до сих пор современная генетика отвергает теорию первого самца. На мой взгляд, этого явления нет. И оно по нашим современным представлениям о закономерностях развития и половых клеток, и эмбриона, будь то человек или вид животного, также никак не выносит никакую критику. Однако академик Российской Академии медико-технических наук Пётр Горяев уверен, явления, которые наблюдаются в животном мире, могут проявляться и у людей. Явления, которые не укладываются ни в какие традиционные научные рамки. То есть первый самец оставляет после себя некий след, и если после этого самка беременеет от другого самца, то наследственные свойства первого самца проявляются, которых не было у второго самца. Вот это и есть телегония. Кроме официальной науки, эффектом первого самца долгое время интересовались закрытые лаборатории. Во многих державах, в том числе и в Советском Союзе, были озадачены рождением сверхчеловека, который бы обладал совершенным здоровьем, силой и умом. Согласно указаниям Сталина, в СССР в 30-е годы были созданы закрытые институты по изучению необычных явлений. Генетика представляла особый интерес. В секретных лабораториях проводились многочисленные исследования, связанные с наследственным аппаратом человека. И эксперименты советских ученых доказали, что эффект первого самца распространяется и на людей. Вместе тем исследователи сделали вывод. Наследуются не только внешние признаки первополового партнера, но и его болезни. 1960-й год. В Советском Союзе Баковский завод резиновых изделий выпускает презервативы, известные советским гражданам под названием «Изделие номер 2». На бумажной упаковке презервативов надпись «Проверено электроникой». Пометка делалась не случайно. На самом деле электроникой проверяли не резину, а спектр излучения, которое она пропускала. Точнее, спектр излучения сперматозоидов. На изделие номер 2 ставили разноцветные фильтры. Красный, желтый, зеленый. Разработчики презервативов пытались снизить риск проникновения в женский геном информации, которую излучали сперматозоиды во время случайных связей. Больные дети стране советов были не нужны. Фромосомы сперматозоидов являются излучательными структурами, которые излучают свет, в том числе и вот такие фантомы, которые могут оставаться и нести генетические функции исходного первого самца. И, вероятно, это остается на долгие годы, может быть, навсегда. Но вскоре оказалось, что предохранить женщину от излучения сперматозоидов не способны даже презервативы. Во время их использования спектр ослабевал, но все же оставлял свой информационный след. Очень быстро этот вывод подтвердили эксперименты. Оказалось, что больше всего генетической информации накапливали в себе женщины, многократно менявшие половых партнеров. Ночные бабочки. И вижу, девчонки 18, 19, 20 лет, да? Но выглядят они насколько на 25, на 30? Почему? А потому что вот эта вот энергетика, особенно не совпадающая по спектру, они же не разбираются в партнерах, кто платит, всем успят. Она разрушает их изнутри. Как оказалось, генетическая информация о каждом мужчине записывается и накапливается в женском геноме. Таким образом, случайные половые партнеры зачастую оказывают губительное влияние не только на физическое здоровье женщин, но и на их будущее потомство. По данным исследований, все дети, рожденные от женщин легкого поведения, имеют наследственную патологию. Удивительно, что лишь сравнительно недавно ученые смогли доказать, что каждый половой партнер женщины закладывает наследственную информацию. Ведь нашим предкам в эффекте первого самца было известно задолго до открытия эволюционной теории Чарльза Дарвина и рождение генетики. Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и растлет души их чистые, и кровь расы великой погубят, ибо первый мужчина у тщери оставляет образы духа и крови. Книга мудрости Перуна. У древних славян за вопросы наследственности отвечали вселенские законы, именуемые законами Рита. Само это слово обозначало Вселенную. Именно законы Рита отвечали за передачу образов духа и крови. Образ духа и крови соответствовал генетическому коду, то есть наследственной программе. На сведах есть такое понятие. Первый мужчина от тщери оставляет образы духа и крови. То есть тот, кто был первым мужчиной в жизни женщины, тот и оставляет образы духа и крови, и потом женщина будет рожать от этого мужчины. Даже если она 5-6 мужей сменит. Все дети будут от этого первого. Согласно законам Рита, до первого полового контакта девушка принадлежала роду своего отца. До брака она сохраняла невинность для того, чтобы в будущем принять генетическую программу своего мужа. Его образ духа и крови. Поэтому все обряды, связанные со сватовством жениха и невесты, были не случайны. Даже вопросы, которые задавались на смотринах, нашими предками были осмыслены. И вот они едут, ищут, нашли, допустим, приезжают и спрашивают, первые слова, ваша девка чистая? То есть, не в том смысле, ходит она в баню или нет, мыться, а нет ли в ней чужого образа духа и крови? В первую брачную ночь супруг не просто лишал девственности свою жену, он прописывал образ своего духа и крови. То есть, если говорить современным языком, мужчина программировал женщину. Он закладывал в ее генетическую память наследственные признаки своего рода, после чего данные о его роде биологически сохранялись в женщине навсегда. Энергетика образа духа и крови это как раз вот описание каждого рода. Оно имеет свой спектр. И этот спектр энергетический передается на генетическом форме. Если захватчики нападали на поселение славян и насиловали женщин, то жрецы стирали образ духа и крови огнем и водой. Для этого была необходима сильная энергия славянских волхвов. Считалось, что если девушка осквернена чужеземцем, то вся наследственная программа ее будущих детей будет чужеродной. Проводился обряд очищения чужеродных образов духа и крови. А после этого такую девочку оставляли у жрецов. То есть жрецы ее почистили, потому что энергоемкий обряд, он как бы забирает энергию трех лет. Поэтому, допустим, если жрец провел его, он эту девчонку оставлял у себя и потом своего сына женил на ней. То есть она уже продолжала, как говорится, их род. По поверьям славян, говоря современным языком, у детей, чьи родители нарушили закон Рита, защитные силы организма оказывались снижены. Иммунная система переставала нормально работать и плохо защищала организм от болезней. Так постепенно нарушение законов Рита приводило к уничтожению целого рода. Если в семье начинался мор, в этом, согласно поверью, обвиняли нечестивую женщину. Она собирается всех мужчин, все наследственные болезни, которые потом все впихиваются в одного ребятенка. Древние знали еще одно правило. Генетическая информация, оставленная женщине разными половыми партнерами, может готовить для нее еще один неожиданный сюрприз. Ее будущий ребенок может оказаться похожим внешне не на супруга, а на кого-то из его предшественников. Ученые до сих пор не решаются вынести вердикт. Могут ли биологические отцы считать таких детей своими? Шесть лет назад в семье Светланы и Петра появился ребенок. Мальчик родился большим и крепким. Отец откровенно гордился своим первенцем. Но когда малыш подрос, в душе Петра поселились сомнения. Внешне мальчик не был похож ни на него, ни на жену. Светлана в недоумении разводила руками. На самом деле она скрыла от Петра, что сын похож на ее бывшего любовника. Когда сыну исполнилось два года, немного подрос, я постепенно стала замечать в нем характеры, черты лица, взгляд, даже цвет глаз, что похоже именно на любовника, а не на мужа. И я очень испугалась, не от него ли сын, хотя в принципе такого не должно было произойти. Петр так и не узнал, что несколько лет назад у Светланы были отношения на стороне. Тем более, что связь продолжалась недолго. Кратковременный роман быстро забылся, и Светлана не сомневалась, что отцом ее ребенка мог быть только муж. Она была совершенно спокойна до тех пор, пока сын не начал подрастать. Непохожий на родителей мальчик вызывал раздражение собственного отца. Когда сын стал подрастать, более старше стало, отец, муж мой, с ним стал себя как-то грубо вести, он перестал с ним играть, постоянно на него злился, ругал его за всякие мелочи, и даже не за дело ругал его, то есть он стал себя вести грубо с ним, и как-то в один день он мне высказал такую фразу, что это не мой сын, и от кого-то его родила. Когда подрос сын, в семье начались скандалы. Петра душила ревность, прежние отношения рушились на глаза. Петр приходил домой нетрезвым, постепенно он совсем перестал общаться с ребенком. Все связанное с ним вызывало раздражение. В доме начались скандалы. Я была в растерянности, муж нервничал, ребенок нервничал, то есть семья вообще распадалась, я не знала, что мне делать, но тот муж предложил сделать генетический анализ, что я, конечно, согласилась, но мне было очень страшно, я уже сама, на самом деле, сомневалась, кто, от кого мой ребенок. После очередного скандала Петр выдвинул ультиматум. Супруги делают генетический анализ на подтверждение его отцовства. В противном случае он уходит из дома навсегда. Светлане ничего не оставалось. На свой страх и риск она согласилась на исследование. Мы решили, что поеду в лабораторию сдавать анализы я сама. Я взяла анализы у мужа, у ребенка, волосы, ногти. Я отвезла в лабораторию. Мне сказали, что нужно ждать две недели. Специалисты заверили Светлану, что исследование не займет много времени. Но женщина не спешила. Она со страхом ждала результатов. Для установления отцовства необходим любой биологический материал, из которого может быть выделена ядерная геномная ДНК. Это могут быть волосы, ногти, кровь. Если устанавливается определение отцовства, то необходимым материалом является биологический материал отца и ребенка. Матери желателен для ускорения процесса исследования. Пока шла генетическая экспертиза, супруги не находили себе места. Светлана боялась, что откроется ее прошлая связь. Петр переживал, что отцом его сына является другой. Я очень нервничала, переживала, потому что сама не понимала, может быть действительно ребенок не от мужа, потому что сходства реально были с любовником. Вот, и потом, когда позвонили, я поехала в лабораторию. Экспертиза показала, что биологическим отцом ребенка является Петр. Супруг успокоился и просил прощения у жены за свои подозрения и ревность. Но у самой Светланы в душе остались сомнения. Мальчик очень сильно походил на ее прежнего любовника и даже уверения экспертов оказались неспособны их разрушить. На самом деле непонятная ситуация происходит. Действительно ребенок похожий именно на любовника. Непонятно кому верить. Прокомментировать подобный феномен классическая наука не в состоянии. Подобные аномалии в природе человека объясняют альтернативные исследователи. С точки зрения волновой генетики ребенок Светланы несет биологическую наследственность сразу нескольких мужчин. Ученые уже давно установили что за сохранение наследственных признаков отвечает ДНК. Молекула двойной спирали обеспечивает хранение, передачу генетической программы и ее реализацию. Именно от ДНК зависят многие детали внешности будущего человека. Например, рост, цвет и форма глаз, цвет волос, форма ушей и носа. Классическая генетика всегда считала, что ДНК представляет собой только вещественную структуру. Видимо, тысячи исследований и наблюдений это наглядно подтверждают. Вот на этих двойных спиралях записана вся информация о нас. Однако, никто из фундаментальных генетиков не предполагал, что ДНК работает не просто как вещество, но и как электромагнитные звуковые поля. Причем, большая часть информации о человеке находится в ее излучении. Незаметные глазу на самом деле они способны оказывать сильнейшее влияние на все вокруг. Структуры, отчуждаемые от ДНК, они явно имеют волновую и квантовую природу, и они могут вести себя очень интересно, они могут вылетать из ДНК и иметь очень сложные траектории. Москва, 1985 год. Институт физико-технических проблем Академии наук. Группа ученых под руководством доктора биологических наук Петра Горяева проводит исследование ДНК. Виталий как раз работал с растворами ДНК, с препаратами ДНК, методом корреляционной лазерной спектроскопии. Ученые помещают образец молекулы ДНК в пробирку. Информация о генетической молекуле фиксируется лазерным лучом. Данное о ДНК записывает остеолограф. Спустя сутки ученые проводят повторный эксперимент. пробирка, которую исследует лазерный луч, та же самая. На этот раз она пуста. И когда я взглянул на оцелограф, то я с очень большим удивлением и мои коллеги, которые были рядом, обнаружили, что оцелограф продолжает регистрировать некие графики, похожие на те, которые давал препарат ДНК. Ну, сигнал меньше, амплитуда меньше, но факт тот, что там что-то оставалось. И тогда мы пришли в очень такое большое изумление и подумали в первый момент, что прибор не в порядке. Ученым остается лишь поверить своим глазам. Лазерный луч до сих пор видит в пропирке отсутствующую ДНК. Он считывает информацию с призрака молекул. Горяев незамедлительно сообщает своему руководству о полученных результатах этого необычного эксперимента. В институте молодого ученого поднимают насмех, и Горяев вынужден прекратить дальнейшие эксперименты в этой области. Тогда это было встречено в штыки, как это всегда бывает по-видимому в закрытых учреждениях, впрочем, как и в остальных. Если молодой сотрудник что-то пытается свое сделать, то его либо заставляют работать на начальника, либо увольняют. Вот меня уволили. В 1991 году, шесть лет спустя, Горяев повторяет опыт. На этот раз фантом ДНК фиксируется в пустой пробирке пять с половиной недель. Ровно через сорок дней призрак исчезает. Интересно, что в традиции многих народов считается, что именно на сороковой день душа покидает землю. Возможно, это поверье небезосновательно и связано именно с этим неожиданно открытым волновым свойством ДНК. Горяев уже не сомневается в том, что он приблизился к научному открытию, который может перевернуть все представления о генетике. Если ДНК это не только вещество, но электромагнитное излучение, которое несет генетическую информацию, то в скором времени человек сможет использовать ее волны. Возможно, в будущем человек сможет создать биологический интернет, когда люди смогут общаться с помощью мысли. И как бы фантастично это ни звучало, люди смогут регенерировать поврежденные органы печень, почки, сердце. Это страшно важная вещь, потому что понимание их знаменует новое развитие, новый этап развития биологии. Я вам покажу, что можно сделать и что мы уже сделали, в частности, регенерацию органов и тканей у человека. То есть, к чему я веду? Например, не надо брать донора, чтобы ждать, когда человек погибнет и даст свое сердце, для того, чтобы поменять больное сердце на здоровое сердце. Зачем, когда можно по определенным командам вызвать регенерацию определенных органов тканей у человека, в том числе у старого человека? А что это такое? Это означает, что мы тормозим старение. Вскоре Гореев проводит невероятный эксперимент в области волновой генетики. Он собирается вырастить гибрид животного и растения, а именно передать ДНК цыпленка на картофель. Ученые обрабатывают несколько клубней картофеля биоинформацией, взятой из ДНК цыпленка. Результат эксперимента их потрясает. На глазах картофель начинает мутировать, клубни удлиняются и растут в сотню раз быстрее обычного. Брали ДНК из эритроцитов цыплят, то есть это фактически птичья ДНК. И просто по-наглому облучали ей информацией, снятой с этой ДНК, облучали прорастающей картофель. Знаете, картофель оставить в темноте, так сказать, и он начинает прорастать, дает столовую. Это все знают. Во-первых, мы получили гигантскую скорость роста, когда мы начали облучать. Там по сантиметру в сутки был прирост, это в сотни раз быстрее нормы, так сказать, как обычно прорастает. Ну, это ладно. А потом там всякие чудеса пошли, долго рассказывать, какие. В итоге результаты мы получили, что ДНК, то есть картофель дал помидороподобные образования такие на столонах, на этих отростках. Красненькие, такие маленькие, как бы помидорки. Кстати, о подобных экспериментах было известно еще в 50-е годы. Китайский доктор Дзян Каньчжен с помощью утиной био-СВЧ связи выводил кура уток. В сконструированный им приемник сажалась утка, а в передатчик помещались куриные яйца. Из приемника поступали биоэлектромагнитные сигналы. В результате из яиц вылуплялись крепкие цыплята с утинами шеями и перепонками на лапках. С помощью своей технологии Дзян Каньчжен создал гибрид огурца и дыни, пшеницы и кукурузы и даже кролика и козла. Знаю его лично, блестящий ученок. А вот эксперименты его, когда он получал козла кроликов, кура уток, гибрид пшеницы и кукурузы и так далее, там у него много этих. Это фантастические эксперименты. Фактически он первый экспериментатор по волновой генетике, начиная со времен, когда создали Адама и Еву. В 2000 году в Москве русские волновые генетики провели первый в мире эксперимент по передаче генетической информации на расстояние. Они взяли поврежденную ДНК растения арабидопсиса и под воздействием лазерного луча передали информацию волновым путем на здоровые семена арабидопсиса, которые находились на расстоянии 7 километров. Из института проблем управления передавали поврежденную генетическую информацию с ДНК этого растения и достигало этого растения только, потому что все остальные растения остались в норме, в том числе и в нашем институте и в институте общей генетики естественно тоже, повредились, смутировали сотни, многие сотни семян проросших, пророски точнее, этого растения. Горяев издает книгу и публикует свои открытия. Он утверждает, что хромосомы ДНК являются лазерами, что ДНК работает как голографическая съемочная камера. Вот живая клетка. И с ним вот ее клеточное ядро. хромосомы сканируют окружающее внутриклеточное пространство, в реальном времени записывают все метаболические процессы и передают их на расстоянии. Горяев доказывает, что наши хромосомы работают как квантовый биокомпьютер. В 2002 году об открытиях русского генетика узнают в Торонто. Петра Горяева приглашают работать в Канаду. В Торонто базируется экспериментальная лаборатория. Ученым нужно доказать, что генетическая информация может существовать в виде электромагнитного поля и может быть передана на расстоянии из одного организма в другой. С орога-крысам вводится токсическое вещество алоксан, которое полностью разрушает функции поджелудочной железы. И когда до нее доходит излучение, вот у нее поджелудочной железы нет. Поджелудочная железа у нее разрушена. Лазерный аппарат передает информацию здоровой поджелудочной железы больным животным на расстоянии 20 километров. Ровно через 10 дней все крысы выздоравливают. Мы облучили информацию считанную из поджелудочной железы и произошло чудо в хорошем смысле этого слова. Все крысы выздоровели. Их было немного, их было всего 36 штук, но они все выздоровели. Они выздороветь могли только в одном случае, если у них регенерировала поджелудочная железа как источник инсулина. По окончанию контракта Горяев решил вернуться из Канады в Москву. Ровно через месяц после длительной заграничной командировки Петру Петровичу позвонили. Мужской голос предложил Горяеву встретиться. Оказалось, что агенты спецслужб давно уже в курсе его экспериментов в области волновой генетики. Ему предложили хорошую базу для опытов и приличный оклад с условием, что работать ученый будет на развитие военных технологий. Я сказал, что я буду работать в области волновой генетики только на здоровье людей. И никаких отрицательных воздействий на людей я делать не буду. Даже если это какой-нибудь там, не знаю, Бен Ладен, которого надо давно убить. Это не моими руками. И тем более не методами волновой генетики. все эксперименты Горяева говорят о том, что фантом ДНК излучает и передает волны, которые несут информацию. А это значит, мужские половые клетки, начиненные огромным количеством ДНК, оставляют в теле женщины волновой автограф с информацией о себе. Волновым путем она уже оплодотворена. Понимаете? И это сохраняется в ней возможно навсегда. И тут возникают большие коллизии иногда. И вообще это дестабилизирует институт брака. Я бы сказал так. Потому что генетические свойства первого самца могут быть не очень хорошими. И поэтому он накладывает на все последующие поколения свою информацию генетическую. И что из этого получается? Если женщина имела контакты с несколькими мужчинами, то она сохраняет все генетические программы своих половых партнеров. Родившийся ребенок может получить в наследство полный спектр положительных и отрицательных качеств от каждого из них. И отрицательные, и положительные, это, понимаете, если человек имеет плохую наследственность, то он, естественно, это все оставляет. И все это передается в последующем поколении, если даже второй, так сказать, муж, да, он хорош, добр, честен, физически здоров, морально здоров и все такое прочее. Но потомство может нести вот такую волновую генетическую информацию в последующих поколениях. зная зная об этом многих древних народов приветствовалось, чтобы свою первую ночь девушка провела с общепризнанным героем. Таким образом сохранялась надежда на появление полноценного потомства. Например, в греческой мифологии известен тринадцатый подвиг Геракла, который по приказу мекенского царя Евросфея за одну ночь оплодотворил сорок девственниц. В других источниках сообщается, что и царь Теспий буквально умолял Геракла, пленившего его своей лучезарной чистотой и умом, дать наследников его пятидесяти дочерям. Геракл согласился, и через девять месяцев царевны родили прекрасных младенцев. Одна родила близнецов, так что малышей оказалось пятьдесят один. Древние люди свято следовали заповедям, которые отрицали добрачные связи. Двести лет назад блудниц с позором выгоняли из городов. В деревнях на неверных ставили клеймо. Предки знали о строгих правилах и боялись их нарушить, дабы не быть прилюдно опозоренными. Закон о передаче наследственных признаков в малых этнических группах или в ортодоксальных религиозных сообществах остается непоколебимым. Его соблюдают на протяжении всех поколений даже в 21 веке. У Равина Александра и старлых шиных трое детей. Давиду 13, Даши 10, Рахиле 5. Все дети без исключения считают родители от рождения необычайно талантливы. Давид у нас очень умный, очень взрослый, самостоятельный, с великолепной памятью, доставшийся в наследство от папы. Наша младшая Ханечка Ханрейзел пока источник непрерывного, как говорят евреи, нахас счастья. Я даже не знаю, как сказать. Она не вундеркент, но она у нас начала все делать очень рано. Дашечка у нас тоже исключительно умная девочка. Родители считают, что каждый рожденный ребенок должен усовершенствовать свою генетическую программу и передать ее своим детям внутри одной нации. Только тогда еврейский народ сможет развиваться, оставаясь сильным. Согласно определению еврейского религиозного закона Галлаха, евреем является человек, рожденный матерью-еврейкой. Поэтому в еврейской семье за продолжение рода отвечает женщина. Если мужчина еврей, а женщина не еврейка, то на детях линия рода обрывается. Поэтому закон запрещает евреям заключать межнациональные браки. Ребенок, рожденный не от еврейки, евреем не считается. Он выпадает из длинной цепочки передачи наследственных признаков. Это большая трагедия для еврейской семьи, если мальчик выбирает себе жену не еврейку, потому что внуки и, соответственно, последующее поколение на этом человеке он обрезает реально нить со своим народом. на каждом из нас по моему мнению нас в общем не так много лежит ответственность за передачу традиций. Я не имею ввиду именно религиозные а вообще традиции Геннесса, которые несут люди уже столько времени. Однако традиционные представления о наследственных законах и правилах вступления в брак для многих религиозных евреев в современном мире часто оборачиваются трагедией. Давид Гольдман познакомился со своей будущей женой в МГУ на факультете биологии. Давид воспитывался в религиозной еврейской семье. Он с детства был очень талантливым и родители возлагали на него особые надежды. Беда в семью Гольдманов пришла внезапно, когда Давид познакомил своих родителей со своей невестой. Будущая жена Давида была русской. Трудно себе представить, что началось в этой семье. Родители были в шоке. Мама только плакала, ничего не говорила, а отец отвел меня на кухню и сказал, либо я прямо сейчас расстаюсь с Леной, либо он меня проклянет. Давид настолько был влюблен, что никакие доводы отца он не хотел и слушать. Лена предложила ему переехать в свою семью. Давид тяжело переживал разрыв с родителями, которые его не простили и даже не приехали на свадьбу. У Давида оставалась одна единственная надежда, что когда у него родятся дети, родители, увидев внуков, все-таки простят нарушения нарушения галахического закона. У меня было прекрасное детство. У нас в доме проходили праздники каждую субботу, шаббат. Я готовился к каждому еврейскому празднику и с отцом, и с матерью. Но когда я понял, что я не прощен, и мои дети отвергнуты и родителями, и родственниками, мне стало ясно, что они будут изгоями в еврейском обществе. Дети Давида воспитывались в двух различных религиозных традициях. Но только теперь Давид по-настоящему понял, что на его детях по галахическому закону действительно обрывается его род. Ведь у евреев национальность детей определяется по матери. Когда от него все отвернулись, Давид очень сильно переживал. От него отвернулись все. Друзья, родственники, все его оставили. Мы с моей мамой пытались ему помочь, окружить заботой, любовью, чтобы он почувствовал себя как дома, в семье. Но знаете, он очень сильно изменился. Родители так и не простили сына. Давид замкнулся в себе и тяжело заболел. Все попытки Лены наладить контакт с родственниками ни к чему не привели. Согласно галахическому закону, если женщина-еврейка выходит замуж за мужчину нееврея, ее дети все равно являются евреями. Однако классические евреи остаются против подобных браков. Потому что даже если в них рождаются девочки, то генетический еврейский код из поколения в поколение претерпевает сильные изменения. То есть если взять случай, когда женщина-еврейка не дай бог вышла замуж за мужчину нееврея, родила девочку, которая еврейка по галахе, по еврейскому закону, та сделала то же самое, что мама, родила тоже девочку, которая тоже еврейка по галахическому закону, чаще всего через 3-4 поколения дети не будут идентифицировать себя с еврейством, я уже не говорю об иудаизме. И это большая потеря для народа, который считает каждого человека. Удивительно, но там, где в силу национальных традиций и религиозных запретов практически нет добрачных и внебрачных связей, там самая высокая рождаемость и самая низкая детская смертность. Там самый ничтожный процент наследственной патологии. В 21 веке мало осталось народов, которые следуют законам предков. И, так сказать, все совокупляются со всеми, независимо от того, женат, не женат, замужен, не замужен. И вот идет такое вот насыщение фантомами. И поэтому нет никакой гарантии, что девушка, которая утратила девственность и уже пожила, так сказать, во внебрачной жизни, хорошо имеет большой опыт, что она будет рожать строго от своего мужа. И что из этого получается, ну, я думаю, что это ведет к вырождению. Не так давно в брачных контрактах американцев появилась новая графа. Молодые люди выбирают в жены только невинных девушек. Примечательно, что администрации Билла Клинтона из бюджета страны ежегодно выделялось 50 миллионов долларов для пропаганды в школах целомудря и воздержания от секса до вступления в законный брак. Россия тоже озаботилась вопросом роста населения. Однако, по подсчетам специалистов, нынешняя политика может дать результаты только к 2065 году. Возвращаясь к модели поведения, модели сознания, которым должны обладать современные молодые люди, подрастающие поколения, еще раз подчеркну, что это семейно ориентированное сознание. Это то сознание, которое характерно русским и иным национальностям нашего государства испокон веков. Только таким образом мы можем говорить о начале процесса выхода из депопуляции. Малые народы нанайцы и якуты интуитивно пытались усилить свои гены за счет кровосмешения с другими народами. Не всегда чистота крови, чистота генетической программы будет эволюционно положительно для данной чистой популяции. Не всегда. Иногда эта чистота может быть просто чистотой отрицательного признака. Когда в конце 16 века коренное население Сибири вошло в состав российского государства, малочисленные народы Севера спасали себя от вымирания зачастую путем кровосмешения с русскими. Если русский охотник оказывался в поселении кочевников, ему оказывали царский прием. Его обязательно знакомили с самыми красивыми невестами рода. Старейшины делали все для того, чтобы гость провел ночь с девственницей. Часто за счет более сильной генетической программы иноземцев северные народы стирали свой слабый генетический код. Конечно, была вероятность того, что иноземец пропишет вместо здоровой больную генетическую программу. Однако все надеялись на положительный результат. Чем больше таких чужеродных, но генетически сильных признаков появится в этом сообществе, тем сильнее может стать данная популяция, данное поколение. Если семейство было сильное по какому-то признаку, чужеземец, инородец будет ослаблять такое семейство. Представители фундаментальной науки неохотно говорят об эффекте телегонии, но это не значит, что его не существует. Но наши предки не только знали о том, что он есть, но и вычислили энергию, которая могла обнулить программу предыдущего рода, прописанную в матрице женщины. Законы Рита гласят, что стереть информацию о предыдущих партнерах может только любовь. Взаимное и самое сильное чувство женщины к новому избраннику и его к ней. Однако ученые, занимающиеся волновой генетикой, пока не нашли подтверждения этой мысли. Но может быть все впереди? «Все верный» «Все» «Все» Продолжение следует...